Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. В Западной Армении на предполагаемом месте Ноева Ковчега были проведены земляные исследования. Строительство нового жилого квартала в городе Мартуни идет полным ходом. В Азербайджане около 50 пленных, неофициально еще 80. В Ване в Западной Армении впервые была обнаружена гробница, принадлежащая персам. Интервью со специалистом по этнографическим танцам Гагиком Геносяном. Сегодня день рождения героя Арцаха легендарного полководца Христофора Иваняна. Картина церкви Святого Иоанна в Иране стала победителем конкурса «Вики Лавс Маунтейнс» 2020. В провинции Догубайазид в Западной Армении проводились географические измерения на месте Ноева Ковчега. В 1959 году во время работы над аэрофотосъемкой в главном катографическом управлении был очерчен район возле села Телчкер на горе Арарат, где предположительно должны были находиться останки Ноева Ковчега. Ежегодно в этом районе, который часто посещают местные иностранные туристы, проводятся подобные исследования, чтобы определить масштабы оползений и их влияние на остатки Ковчега. В этом контексте геофизические измерения исследования были выполнены группой из 10 инженеров-геофизиков, одного оператора и различных специалистов. Полевые работы закончены, результаты исследования будут представлены в администрацию области. На территории бывшей больницы города Мартуни-Арцаха строительная компания «Ферзит» ведет работы по строительству нового многоквартирного микрорайона. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом «Арцахпресс» директор строительной компании Артур Хачатрян. «В настоящее время мы уже завершили строительство пятого этажа первого корпуса, ведем внутренние отделочные работы. Завершим строительство первого корпуса в середине марта следующего года. Продолжим строительство второго корпуса. Четыре новых пятиэтажных дома на 116 квартир будут соответствовать современным стандартам. Также построим детские площадки и паркинг. Территория будет благоустроена и озеленена», – сказал Хачатрян. И добавил, что строительство нового жилого микрорайона планируется завершить в 2023 году. В Азербайджане подтверждена информация о 50 пленных армян. По неофициальной информации, еще 80 человек. С таким заявлением в беседе с журналистами выступила правозащитница Сирянуш Саакян. Представитель Республики Армения в Европейском суде прав человека. По ее словам, процесс возвращения армянских пленных будет продолжаться до тех пор, пока есть подтвержденные пленные. Касаясь судебных процессов, связанных с возвращением из плена, Саакян сказала, что публично говорить об этом просто недопустимо. «С юридической и моральной точки зрения я не думаю, что для этого есть какие-то основания. Их состояние не оправдывает задержание, тем более, что отсутствует риск давления наследствия или попытки скрыться. Если бы они собирались скрыться, они бы просто обратились в третьи страны», – сказала Саакян. Напомним, 19 декабря 10 военнослужащих были переданы Армении при посредничестве Евросоюза. Они попали в плен 16 ноября. Впервые персидская гробница была обнаружена в провинции Артамет, провинции Вам в Западной Армении. Он появился во время спасательных раскопок, начатых в Шабалинском районе. По случаю открытия директор ВАН-музея Эрол Услу сказал, во время начатых нами 10-дневных спасательных раскопок в Ване была обнаружена гробница, принадлежащая Персидской империи, которая не оставила богатого культурного наследия в этом регионе. Такую гробницу мы встречаем здесь впервые. На костях в могиле найдены бронзовые браслеты, бусы и печати. Символ печати еще не расшифрован, но печать сделана из драгоценного камня, известного как лазурит. На телевидении Западной Армении в рамках программы «Давайте познакомимся» этнографический специалист по танцам Гаги Геносян представил развитие этнографических танцев в дохристианский и постхристианский период. Он рассказал о своих поездках в Западную Армению, процессе сбора танцев, встречах с местными армянами и т.д. Геносян упомянул важнейшую цель сохранения армянской идентичности как в Западной Армении, так и во всем мире. Он подчеркнул роль и значение боевых танцев, необходимости введения и боевых танцев в армии и использования их на практике. 20 декабря исполнился 101 год со дня рождения героя Арцаха легендарного полководца Христофора Иваняна. Генерал-лейтенант Христофор Иванян не только просто участвовал, но и оставил особый след в Великой Отечественной и Арцахской войнах, получив высшие государственные награды. За заслуги в Великой Отечественной войне Иванян был награжден около 40 медалями. Когда азербайджанские захватчики напали на Арцах, генерал Иванян с женой жил в Санкт-Петербурге. Он преподавал в одной из военных академий, уделяя пристальное внимание событиям, происходящим на родине. В 1992 году, когда армянские войска вели тяжелые оборонительные бои, 72-летний солдат прибыл в Армению. Ему удалось быстро завоевать доверие солдат и командиров сил самообороны Арцаха. Все в Арцахе знали, что если военные действия планировал или проводил генерал Иванян, успех был гарантирован. Генерал Иванян награжден боевой крест первой степени, а в 2000 году посмертно награжден медалями «Золотой орел» и высшим званием Героя Арцаха. Он был инициатором и организатором формирования артиллерийской части в армии обороны, а также создания их учебно-материальной базы. Армянская церковь Святого Ванесса, расположенная в деревне Сахо, восточной провинции Атерпатакан Ирана, входит в список мест, которые необходимо посетить в стране. Армянская церковь на северо-западе Ирана также известна как монастырь Сореке. Была построена в V веке. Она была включена в список национального наследия в 1968 году. Церковь деревни Зарол много раз перестраивалась, в том числе после разрушительного землетрясения. В 11-м ежегодном фотоконкурсе в Вики «Лавс Манюментс» было отобрано 15 из более чем 230 тысяч заявок. Это ежегодный международный фотоконкурс, проводимый Википедией. Участники фотографируют исторические здания и достопримечательности, затем размещают фотографии Википедии. Цель фотоконкурса – привлечь внимание к архитектурному наследию стран-участниц. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!